Это просто невероятная история. Это, конечно, не найти слов, сколько мук, сколько невероятных нечеловеческих усилий требовала блокада от людей в таких условиях, в жутком холоде. Так же было и на фронте. Прозавод он пишет, что все было мобилизовано и подчинено главной задаче тех лет, то есть успешному выполнению графика изготовления деталей и сдачи их на сборку. Какие детали и какая сборка, конечно, время войны он не пишет. Обессиленные недоеданием люди едва двигались. Наступили сильные холода со снегопадами и злыми вьюгами. Разумеется, снег не убирался, и по нагроможденным кучам и сугробам невозможно стало ступать. Один из таких вечеров мы долго ждали возвращения сестры Шуры. С работаем. Конец ноября. Завод остановлен. Подача электроэнергии полностью прекращена. Воды нет. Канализация замерзла. Для осветительных целей используем стационарные переносные коптилки и единственные лампы летучая мышь только в проходной заводе. На работу являются только близко живущие люди. При схудном дневном свете работницы кое-что производят. Часть работницы на казарменном положении и совместно с бойцами МПВО готовы в любой момент обеспечить противовоздушную оборону объекта. Сейчас много разных и вместе с тем важных дел. Заготовка топлива из разрушенных домов, транспортировка, разделка досок, балок для отопления, обогрева. Вот так существовали. Поочередно несколько небольших групп заняты очисткой аэродромов от снега. То есть завод стоял, а небольшие группы участвовали в организации городских больших каких-то дел. В частности, уборка снега. Несколько десятков женщин работают на работах оборонного значения, на захоронении покойников на кладбищах, в госпиталях, в больницах, в детских учреждениях. Тот, кто способен двигаться, вот так люди определялись, кто способен двигаться, проникнуты сознанием, что он должен трудиться из последних сил, должен бороться не только за свою жизнь, но и за жизнь товарищей. Из числа работающих многие больны дистрофией или просто истощены голодом. Их заостренные лица, обтянутые желтоватой кожей, запавшие щеки, заостренные вытянутые носы, тревожат и беспокоят душу. Уже немало случаев смерти. Наряду со взрослыми умирают подростки, ремесленники, несмотря на трехразовое питание горячей пищи. А когда в последние дни месяца объявлялась дата выдачи продовольственных карточек, оставшиеся в живых, независимо от дальности расстояния и самочувствия. Я вот сейчас, когда вот нахожусь в городе, вот я думала, ну где Васильевский, например, и где Выборгская страна? Ну это далеко. Или где там Выборгская страна и Литейный проспект, какой-нибудь центр или Смольный? Ну это далеко. Реально далеко. Надо сесть на автобус, пересесть в метро или там вот такое вот в наше, слава тебе, Господи, мирное время, тогда, когда я там была. А люди шли по этим заснеженным сугробам, без еды, голодные, ноги опушие, лица вот такие желтые, и несли это домой и шли. Как вот откуда силы эти? Это, конечно, удивительно. Декабрь оставался в памяти устойчивым, 30-ти градусным морозами. Обнявшись, голод, холод стучались в каждый дом. Вот это был декабрь, вот в феврале мой дед и умер. Обнявшись, голод и холод стучались в каждый дом, укладывая кого в настоящую постель, чтобы уже больше не подняться, а кого и в белые снеговые могилы на безмолвных дворах и пустынных улицах. Ненасытная смерть врывалась в каждую семью. Умирали матери, сиротели дети, гибли отцы, братья и сестры. Ослабленные, беспомощные люди, застренными лицами, запавшими щеками, со взглядом, устремленным в никуда, уже не могли хоронить умерших. Покойников заворачивали в простыне или одеяло, перевязывали веревкой, укладывали на саночках и везли по улицам, заваленным сугробами на кладбище. Но это вскоре оказалось не по силам. Не успевали хоронить. Ну, вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok